Приветствую вас! В ситуации, в которой вы оказались, довольно-таки сложно найти выход с точки зрения психологии. Потому что у вас, именно у вас проблем нет, как таковых психологических. То есть, да, есть человек, который вам вредит в силу того, что он не может признать своего, ну, например, своего поражения с вами. И так далее. Есть его амбиции, его эго, в которых также, как это не печально, движет им, значит, ну, при построении своего поведения с вами. И говорить вам о том, ну, с психологической точки зрения, что, например, вам нужно менять свое отношение к тому, что произошло. Или, например, что, если из-за него у вас нет друзей, то это не настоящие друзья, это, ну, так вот, люди, которые, может быть, и были вам друзьями, но довольно-таки посредственными, к сожалению. Вот. Значит, я не думаю, что вам это поможет. Почему, опять же, почему я так не думаю? Потому что, ну, знаете, вы это все поймете для себя, да, может быть, но проблема в том, что после того, как вы вот этот момент для себя определите, да, даже если вы его для себя определите, все равно, все равно, все равно, сама трампирующая ситуация, она останется у вас. И на самом деле, по моему мнению, у вас есть два варианта выхода из тех условий, в которых вы оказались. Первое условие, первое, значит, первый вариант, по-собращению. Первый вариант заключается в том, что вам нужно кардинально вообще свою жизнь изменить. То есть, это переезд в другое место. Это, значит, полный, ну, полная смена круга ваших знакомых. Это, в большинстве дело, смена мест жительства. Это, ну, просто, вот, надо просто переезд на другое место, да, и начало там новой жизни. Вот. Хороший. Хороший вариант. Наверное, самый единственный, но не к каждому он пройдет. А, значит, ну, в принципе, этот вариант, он, он логично вписывается в картину, при которой ваши друзья, они не ценят вас, ну, как друга, да, как человека. Они не ценят вас, они не относятся к вам искренне. Они воспринимают вас не как друга, то есть, верят не вам в отношении вас, а какому-то другому человеку, вот, что говорит о том, что их отношение к вам не самое хорошее, к сожалению. Вот. То есть, в этом конвекции это решение подходит вам лучше всего. Но, значит, существует и другая сторона вопроса, и она, эта сторона вопроса, касается следующего. Значит, вот, у вас есть, ну, по крайней мере, по вашим словам, у вас есть явные признаки того, что мужчина вас, значит, оклеветал, и мужчина распространяет о вас, советом и важную информацию, которая порочит вашу честь и достоинство. И именно по этой причине, значит, мужчина попадает под тазью клевета. И соответственно, если вы соберете наказательство того, что, ну, того, что вас оклеветали, например, если вы, если у вас будут наказательство того, что о вас распространяют какие-то сведения, и если вы с этим обратитесь в суд или хотя бы в прокуратуру, то будет возбуждено дело, и мужчины привлекут к ответственности. Вот. И соответственно, это его носик охладит, остановит, да? Остановит его пыл. Значит, следующее, о чем мне хочется вам сказать. Ну, понятно, что бывают такие ситуации, когда подобные средства не работают. Понятно, что бывают такие ситуации, когда не помогает. И это бывает так, что человек все равно чего-то хочет, человек все равно, ну, как-то агрессивно себя ведет. И в таком случае порекомендовать вам что-то кроме такого, знаете, радикального, ну, радикального решения довольно словно. И если же решать вам, как вы будете эту ситуацию выправлять. Вот. Соответственно, вы можете также, если парень маньяк, как вы говорите, ну, вы понимаете, что, если парень маньяк, то есть маньяк, то есть маньяк, это человек с доминирующей мотивацией, с жесткой доминирующей мотивацией. И, соответственно, если у него есть признаки маньякального сновидного, то вы можете, просто, пожалуйста, на то, если вас преследует человек, преследует какой-то, какой-то мужчина, и преследование это тоже пресекут. То есть полиция, например, это авторный преследж. Вот. Но я бы вам это все такая, ну, правовая плоткость решения проблемы, вот, я бы вам все-таки порекомендовал бы немножечко другое. Я бы вам порекомендовал на самом-то деле подумать о том, как вы будете жить после того, как вот молодой человек исчезнет из вашей жизни, что вы будете делать тогда, то есть как вы будете жить, как вы будете строить отношения с своими друзьями, например, и так далее. Это куда более важный вопрос. Ну и весь вопрос о детско-родительских отношениях, когда вы по сути дела оказываетесь под давлением родителей и здесь нужно вырабатывать грамотную политику, грамотное поведение по отношению к ним. То есть мне совершенно непонятно, почему ваши родители придерживаются такой позиции, мне совершенно непонятно, почему родители как-то считают, что вы не должны не учиться, не работать, а только жить с нелюбимым мужчиной. Но в любом случае, если ваши ценности отличаются от их ценностей, то нужно, чтобы вы все-таки отстаивали именно свои ценности. А вот препятствия, по которым вы, например, не можете этого сделать, их можно обсудить и о них можно поговорить при вашем желании. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, пишите в личку «Помогу», если вам понравился мой ответ. Буду благодарен, если сделаете его лучшим. Желаю вам всего самого доброго и удачи! Субтитры сделал DimaTorzok